Лидер отряда «Раменское своих не бросаем» Маргарита Удалова недавно вернулась из поездки в зону проведения СВО. В очередной раз она отвозила бойцам на передовую гуманитарную помощь из Раменского. Там и узнала про мышку. Так окрестили бойцы машину, верную подругу, которую на днях уничтожил противник. Мышка – это эвакуационная машина, которая была у наших ребят 114-й ударно-штурмового бригады. Она служила как и вывоз раненых трехсотых с позицией. И группу, которая заходит на позиции, тоже доставляла. Ну, многофункциональная на самом деле машинка была. Ребят повезли на выход на обратной дороге. Наш хороший товарищ, хороший друг Юра, с вызовным русский. Он на обратной дороге встретил трехсотых, которые ждали эвакуацию. Решил их подвезти. Ну, в принципе, как обычно и бывает. Где-то на подъездах уже в мышку заметила Баба-Яга. Это коптер, самый страшный, наверное, на фронте, который невозможно сбить. И сбросила на них снаряд. Сбросила на крышу. На крыше был багажник, что, в принципе, и спасло от гибели моментальной. И ребята получили страшные ранения трехсотые. Водитель выскочил из мышки. Успел вытащить, растащить ребят по разным сторонам. Чем, в принципе, их и спас. Затем коптер скинул еще один снаряд. Прямо на водительское место. То есть парню просто повезло. Он несказанно, что был в себе и смог помочь ребятам. Баба-Яга улетела. Хотя при этом наводила и кассетные боеприпасы. Пыталась добить раненых. И кассеты летели, и дальнобольный миномет работал. Несмотря ни на что, ребята выжили. Наш герой Юра перевязывал ребят шнурками от Берц. Потому что все сгорело. Все, что было. То есть и аптечки, и оружие, все сгорело. Потом сбегал за медиками в полной амуниции. А это не ближний свет. И достаточно тяжело было ему бежать. Но, однако, привел помощь. Ребята все выжили. Юра у нас просто молодец. Когда вернулся на позиции, в домике, где мы его ждали. Человек плакал. Плакал о потере мышки, потому что действительно была боевая подруга. Плакал о том, что пережил, что спас ребят. Так как это была единственная машина эвакуации, больше просто нету, вывозить не на чем. Поэтому мы решили, что очень необходимо ребятам привезти новую машину. Уже нашли новый вариант, новую мышку. Я так думаю, что, может быть, другое у нее уже название будет. Новую мышку собирают ребята в Люберцах. Они занимаются именно подготовкой машины в зоне СВО. В легком варианте, то есть без доп-сеток, которые, в принципе, нужны как раз от падения вогов, от прилетов, от камикадзе. Она стоит 390 тысяч. Она идет уже бронированная. То есть ребята ее бронируют. Если брать вместе с сетками, с дополнительными какими-то вставками, которые, в принципе, очень нужны, она стоит 490 тысяч. Помочь приобретении нового автомобиля бойцам специальной военной операции может каждый. Если вы хотите помочь приобретению мышки для нашей бригады, то можете обратиться в отряд Раменское. Там, в принципе, всегда все информации есть, все отчеты. Ну или по моему личному номеру. Подробности можно узнать в телеграм-канале «Отряд Раменское. Своих не бросаем». Ольга Неоплитанская, Андрей Пластунов, Раменское телевидение.